Здесь много нас, команда Министерства здравоохранения. Мы рады, что у нас такая команда впервые в Министерстве здравоохранения. Но если вернуться в историю 6-7 лет назад, когда была богатырёвка, то здесь существовало несколько всего в Украине организаций, которые к стенам Министерства здравоохранения носили гробы. Это мы. К сожалению, рядом с нами не было депутатов. К сожалению, рядом с нами не было врачей. Они все боялись. Богатырёвы, Бахтеева, СБУ. Своих фасадов, потери вне своих. Они боялись. А мы в это время умирали. Просто вымирали. Так вот, я хочу привести всего две цифры. Ностальгические песни, которые сегодня выкладывают в социальные сети о том, как было когда-то хорошо, вот 2014-го цена препарата. Это один производитель и один дистрибьютор. Вот это препарат для детей. Этот же самый дистрибьютор и этот же самый производитель. Цена 16-го года. Вы знаете, что такое в детских программах 70%? Просто себе на секунду представьте. Это в долларах был. Конкретно в долларах. Чтобы потом никто не переворачивал это всё. 70% это не деньги и не коррупция, которую они себе купят машины, либо дома, либо там напьют себе карман. Это жизнь детей. Никто из вас сегодня не пойдёт домой, не будет смотреть в глаза своему ребёнку, который умирает без таблеток. Слава Богу, у вас всё хорошо. Но только в наших программах умирало 50% людей за год, которые не доживали до терапии. Одна закупка через Международную организацию, программу СПИДа, спасла 5000 людей за один год. Всего одна разница цены одного препарата. 5000 жизней. 55% препаратов куплено больше. Когда-то дура говорит о чём-то, что было лучше. Мне хочется знать список этих лучших. Боготырёва, Бахдеева, Лазаришин, Салютин. Кто они? Вот здесь Олег Муси. Вот это покупал при нём Салютин. Салютин сегодня никто не зовёт в комитет. Он хорошо зарабатывает деньги в Украине. Али Степанович всё хорошо. Его не зовёт, в СБУ возрушение тянет, не требует тюрьмы для него. Он украл 70% жизни у детей. Ни у кого-то там ещё. Вся истерика, которая сегодня поднята, защита капитала, которая потеряла большая коррупционная система. Министерство здравоохранения, если проторгует свой бюджет, через международные организации в этом году запланировано может сэкономить 2 миллиарда гривен. 2 миллиарда гривен. Это весь бюджет Министерства здравоохранения 3 года назад. Это вот такая экономика. И все, которые поддерживают вот эту истерику, они что, счётами не умеют пользоваться? Пускай они официально заявляют. Они хотят вернуть богатырёву. Им было комфортно при ней работать. У него такие хорошие схемы были налажены. У них все рты были закрыты. Они тихонечко сидели себе в кабинетах и пилили в бюджеты больниц. Знаете, почему больницы ещё многие институты сполонить? Потому что они тоже закупают препараты. Им придётся выровняться под эти цены. Под эти цены им придётся выровняться. И они прекратят набибать себе карманы. Вы что думаете, Тадуров на Таврии ездит или что? У него 300 тысяч стоит просто операция. Он вдруг о морали задумался. Найдите хоть одну публикацию Тадурова о коррупции при партии региона. Одну хотя бы публикацию. Или для кого-то является секретом, что тогда была коррупция. Просто все боялись. Было наплевать. Мы очень большое пациентское движение. Мы объединяем больше 90 организаций в этой стране. У нас 15 тысяч членов. Мы не позволим таким людям, чтобы они распоряжались нашей жизнью. Все закупки не существуют для фармкомпаний. Либо для дистрибьюторов, либо для министров, либо для Тадурова. Они для нас существуют. Мы живем в результате этого. Либо умираем. У нас мотивации жить очень много. Их денег не хватит нас остановить. Мы будем бороться за международные закупки всеми цивилизованными методами. Я думаю Тадурову важно проторговать все 140 миллионов через Прозоро. И мы проверим каждую копейку за последние 5 лет, с чего они купили. Чтобы он доказал свою правоту и честность в том, что он сегодня делает. Но это команда первая. Министр и все замы, которые исповедуют экологически чистые ценности. Открыты для гражданских организаций и для пациентских организаций. А если врачи, которые вчера выступали или позавчера, говорят, что они переживают за пациентов, я вам открою секрет. Они с нами вообще по этому поводу не говорили. Ни одного раза. Не собрали пациентские организации. Не провели с ними консультации. Не дали никаких данных. Никаких коммуникаций с ними не существует. Но я не знаю больше пациентских организаций в Украине, чем которые сидят за этим столом. В коллективности, которые представляют интересы пациента. Их не существует. На комитет мы, конечно же, тоже пойдем пообщаться со всеми бывшими членами партии регионов, которые недовольны работой Министерства здравоохранения. Дякую Дмитру.